привет привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала эти навигатор с вами сегодня мы продолжаем наши уроки по java script и на данном уроке мы рассмотрим операции с переменными java script поддерживает все базовые математические операции сложения вычитания умножения деления деление по модулю инкремент и так далее собственно здесь у нас приведены на на экране сделал заготовочку привел примеры да как у нас сложение вычитаем деление умножения бью две переменные x вот наш x и y до x равняется 7 y равняется 6 вар ответ собственно переменный ответ в первом случае равняется x плюс y далее вычитание x минус y далее x поделить на y операция деления на как бы умножение следующий до далее у нас это деление по модулю деление по модулю осуществляется с помощью до знака процента вот и данная операция возвращает остаток отделения иногда в некоторых проверках в различных алгоритмах это очень часто применяется поэтому запомните даже на некоторых собеседований задают такие вопросы далее у нас описан префиксный инкремент и постфиксный инкремент операторы инкремента обозначается двумя плюсами и увеличивают переменную на единицу как я уже сказал существует префиксный инкремент который сначала увеличивает переменную на единицу а затем возвращает ее значение и есть постфиксный инкремент который сначала возвращая значение переменной а затем увеличивают его на единицу это применяется в основном различных циклах и как бы это обязательно нужно знать в первом случае здесь у нас префиксный инкремент это постфиксный инкремент и после выполнения префиксного инкремента я вернул значение x первоначальному да на семерку чтобы как бы в динамике рассмотреть разницу между двумя этими операциями и выложу да как бы у нас первоначальное значение вот и далее z то которое получилось ну и в этом случае выложу x первоначальное как бы значение на что вы проследить динамику выполнение инкремента и как бы финальное значение и так давайте собственно обновим да и мы видим собственно то что в первом случае у нас инкремент вначале увеличил переменную на единицу а затем возвратил значение то есть в первом случае у нас 88 получилось то есть на единицу увеличилась постфиксный инкремент как я уже скачет и сказал он сначала возвращая значение переменной он вернул значение переменной и далее потом увеличивает на единицу ну собственно у нас и получилось следующее так надеюсь все правильно написал так здесь так здесь так ну в принципе правильно если если где-то я вдруг ошибся то вы пожалуйста меня поправьте как бы и так постфиксный инкремент также аналогичен операциям допустим если у нас на x равно 7 и далее x плюс плюс то есть это постфиксный инкремент можем давайте даже сделаем вывода этого всего сохраняем проверяем получаем семерочку дам давайте на два раза выведем семерка до первый раз вернула значение на единицу увеличила далее вот вернула значение на единицу увеличила то есть мы еще раз после этого выведем x то мы увидим следующую картину да у нас 789 ну это как бы дам слишком уже долго остановился на этом также аналогично инкременту существует префиксный постфиксный инкремент выполняется операция точную так же только вместо инкременту в декременте используется два минуса и по тому же принципу да вот как бы на этом застрять внимание не буду инкремент увеличивает на единиц на на единицу декремент уменьшает на единицу с точно такими же скажем так особенности итак давайте теперь поговорим об операции присвоения мы уже знаем да что равно это операция присвоения мы можем тогда в равно там и не не знаю что нибудь там допустим какая-то строка как-то так вот так же ладно так плохой пример давайте там x у нас уже уже чему-то равно ну давайте x равно там 10 до это обычная операция присвоение также есть операция сложение с последующим присвоением результата допустим если бы мы сделали следующее там давайте напишем x не просто равно 10 а x плюс равно 10 данная операция она будет аналогично следующие операции она будет равняться x равно x плюс 10 иногда нужно накапливать значением тех же строковых переменных там цикле чтобы не писать да а равно а там допустим а плюс какая-то строка придумали да плюс равно вот так же можно использовать минус равно то есть логика аналогично как в инкременте и декременте ну и давайте чтобы не быть голословным выведен до консола логом x и выведем наш результат равно 19 до был 9 вместе с присвоением то что я вам рассказывал равно 19 замечательно точно так же я как как я вам сказал да можно присвоение с вычитанием присвоение с умножением и точно так же присвоение с делением давайте чтобы не быть голословным один примерчик до 0 9 все замечательно то есть здесь как бы ничего сложного это нужно раз запомнить и потом всю жизнь использовать точно так же можно да сразу с получением остатка от деления вот как бы такие дела что еще давайте теперь поговорим об операторах сравнения они в основном используются в конструкции if 2 равно это оператор равенства сравнивая два значения и если они равны то возвращают true иначе возвращает фолкс вот давайте напишем следующее консола логу это нам не нужно x там у нас чему-то равно не знаю точно не 5 допустим да давайте x равно 5 сравним давайте даже так сейчас сделаем так сейчас хочу вам сделать покрасивее как то вот и сюда давайте браузер чтобы нам было до чем поговорить обновляем и фолкс у нас x равно 9 мы сравниваем с пятеркой фолкс давайте сравним с девяткой и что у нас у нас возвращается значение труб также существует следующее сравнение оператор тоже тождественности также сравнивает два значения и также их тип если они равны возвращает true иначе возвращает фолкс ну смотрите если у нас будет до три знака равно оператор операция сравнения не только сравнивать со значением но и тип это очень важно в будущем это очень часто используется если мы сейчас обновим да у нас труб потому что мы набер сравниваем с номером но если мы возьмем в кавычки девятку да то вернется фолкс а если здесь мы сравним да допустим девятку с девяткой вернется true то есть некоторых случаях нужно сравнивать вместе с типами и так это все замечательно да как бы это оператор сравнения также в некоторых ситуациях нужно сравнить следующее да у нас если знак восклицания и равно это оператор сравнивает два значения и если они не равны тогда возвращается true иначе возвращается фолкс посмотрите если y не равно x не равно 9 фолкс потому что x равно 9 и точно так же если нам нужно выполнить сравнение учитывая тип то есть два равно и как бы знак восклицания также существуют следующие операции точно так же как и у математики до следующий оператор сравнивает два значения и если первое больше 2 то возвращает true иначе возвращает фолкс ну скажем так у нас эти два значения равны давайте сохраним сейчас и обновим фолкс да а если же будет 8 ну то логично вернется true дальше следующий оператор да вот сравнивает два значения и если первое меньше 2 то возвращает true иначе возвращает фолкс также существует у нас да вернем предыдущий оператор если мы сюда добавим равно то есть если 1 первое значение больше 2 или равняется второму тогда вернется true иначе вернется фолкс и давайте проверим сейчас труп ну и точно так же до 2 оперант если первое меньше а второе больше либо они равняются друг другу тогда тру иначе фолкс ну как вы видите все операторы они довольно простым наверное за исключением оператора равенства и оператора тождественности они скажем так оба сравнивают два значения но оператора тождественности также принимает во внимание и тип значения то как бы о чем я вам говорил но скажем так оператор тождественности возвращает ну допустим час как бы такой какой-то такой примерчик нужно да так допустим если у нас будут сравниваться то что я с цифрами да давайте сравним следующее 9 строка 9 сравним с номер 9 true но если мы переменяем операцию тождественности а тогда фолкс потому что в данном случае учитывается скажем так тип данных там я вначале конечно немножко замялся здесь теперь как бы объясним да давайте теперь поговорим о логических операциях логические операции применяются для объединения результатов двух операций сравнения в java script есть следующие логические операции скажем так два значка and 2 амперсанта скажем так давайте добавим следующее на сравнение так вот сейчас одну секундочку давайте это вернем добавим еще одни скобки таемые здесь скажем так с учетом типа здесь без учета типа давайте нашим их закроем пока нам не нужен и следующий логический оперант 2 амперсанта или два знака and называйте как хотите возвращает true если обе операции сравнения возвращают труту есть и первая и вторая иначе возвращает фолкс ну и у нас здесь сейчас скажем так вернется фолкс потому что у нас в первом условии не выполняется как бы он первое условие возвращает у нас фолкс если же сделаем так что оба значения да и первое и второе у у нас true то возвращается true это скажем так в конструкциях if очень часто используется при проверках при валидациях то есть запоминайте это очень важно также существует следующий логический оперант вот два пайпа назовем их так скажем так в данном случае у нас вернется true если хотя бы одна из операций сравнения возвращает труд то есть это оперант или это операция и эта конструкция или то есть или первое или второе выполняется тогда возвращаем true проверяем true замечательно также следующий дам знак восклицания возвращает true если операция сравнение возвращает false то есть давайте так вот то есть получается здесь что это означает знак восклицания возвращает true если операция сравнения возвращает false то есть если здесь не выполняется то возвращается true то есть знак восклицания как бы назвать его он означает фразу нет то есть если если не если строка 9 не совпадает даст как бы по типу и познать по значению да как бы мне выполняется это условие если то есть если не условия тогда true и давайте обновим да true ну как бы так по поводу конкатенации строк да то что строки да у нас плюсиком объединяются это мы рассматривали ранее ну как бы по поводу операций с переменными у меня в принципе все как бы большой урок получился ну тема очень важная тут нужно очень внимательно и детально разбирать надеюсь данный урок вам был полезен напишите пожалуйста ваши отзывы чего не хватает урокам ну или просто там на какие-то вопросы теплые слова жду ваших замечательных комментариев напоминаю то что наши основные социальные сети это twitter и telegram ссылочки в описании пожалуйста присоединяйтесь ну на следующих уроках мы с вами поговорим об преобразованиях данных ну надеюсь вам будет интересно спасибо за внимание подписывайтесь кто не подписался чтобы не пропустить новых роликов ну и все друзья до новых встреч пока пока